Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают После того, как вы ушли Лоши Фэн поставил во всех отделах своих людей Да еще и приставил ко мне секретаршу Чтобы она постоянно за мной следила Докладывал о каждом моем шаге Гендиректор это только название Делаю все, что скажет Подписываю все, что он скажет Сотрудники делают вид, будто со мной считаются Но все понимают, что теперь Лоши Фэн правит бал А я инструмент, который можно выбросить или заменить Расслабься Сейчас ты Лоши Фэну еще нужен В ближайшее время он тебя не уволит Опасности ты не представляешь Так что успокойся Воды вон попей Я сам виноват, что вы меня не уважаете Так мне и надо Но я так скучаю По прошлым денькам с господином Майя с вами Хоть я вам в подметке не гожусь Вы всегда относились ко мне Как к своему родному человеку Мы были как семья Раз ты пришел Значит еще не все потеряно Я тут думал о тебе Нужна моя помощь? Скорее информация Моя бывшая теща предупредила меня Что Лоши Фэн явно хочет подкупить Шэнь Юня И изменить проект под себя Ты не замечал в последнее время ничего необычного? Да вроде бы нет Все идет по плану Вот только масштаб увеличился больше, чем в два раза Масштаб? Увеличился? Да И уже утвержден Но ведь так быть не должно А ты можешь достать нам новый план работы? Постараюсь И если узнаешь что-то еще Сразу сообщи Ладно И вообще Если вы не против Я давно не чувствовал себя таким свободным Можно я буду иногда приходить? Нам не нужен генеральный директор Да хватит Сколько можно смеяться надо мной? Я буду помогать Мне это в удовольствие Правда Помощники нам тоже не нужны В этом доме кроме нас Еще одна бригада работает Рабочих рук хватает Даже пожалуй перебор Господин Ма Ну пожалуйста Мне что нельзя даже видеть вас? Да ладно Он шутит Приходи когда хочешь Да? Спасибо Спасибо господин Ма Давайте я помогу Лучше мне помоги А да да конечно А вы отдохните немного Я не вернусь И не упрашивай Бесполезно Я же ясно сказала Сначала Шинь Юнь Должен четко объяснить Откуда у него этот чек Я одежду тебе привезла Уже холодно Я боюсь что ты можешь замерзнуть Тут термобелье И теплая куртка Выходит утеплить меня решили Что ж все ясно Вы просто решили Избавиться от меня Ма Что ты такое говоришь? Ты нам нужна? Только скажи И я прямо сейчас Отвезу тебя домой Все и так по тебе скучает Не поеду Ну вот видишь Из-за этого я и привезла тебе Теплую одежду Ма Ты все не так поняла А как еще можно это понять? За дуру меня принимаете? Шинь Юнь мне все объяснил Он обсуждал с Лоши Феном проект И дал ему ценный совет Этот чек плата за консультацию Ооо Недороговато Или совет Триста тысяч Так он и не хотел брать деньги Он не знал что чек в книге Вот значит как Почему же тогда он бросился прятать книгу Когда вернулся домой? Но ты ведь его знаешь Ма Такой уж он человек Все скрывает Считает что мужчина должен сам принимать решения Вот никого в свои планы не посвящает Хе-хе Не нравится мне Эта скрытность Вот Магалян другой Ма Что? Хватит уже про Магаляна Ну правда Сколько можно сравнивать Какой зять лучше? Каково это Шинь Юньо? Ты подумала? Так по-твоему я? Перед ним виновата В каком-то смысле Слушай мы с ним женаты Всего ничего А ты все лезешь У его дела Уже испортила его чертеж Подслушиваешь все время И даже чек его выкрала В чем он перед тобой виноват? Так по-твоему он не виноват? Этот человек встал на скользкую дорожку И знаешь что? Ты должна сказать мне спасибо Если бы не я То ты и батит уже про скользкую дорожку Ма Я ведь Шинь Юня не вчера узнала Он не преступник и не коррупционер Да он немного замкнутый Кому-то это не нравится Но он хороший Он тактичный Заботливый И главное он меня любит Я ведь не девочка Мне 40 лет У меня взрослая дочь Так неужели я бы стала рисковать всем И начинать отношения с недостойным человеком? Мама Не умоляю тебя Не разрушай нашу семью Войди в мое положение Пусть тебе не нравится Шинь Юнь Смирись с тем Что я буду с этим мужчиной Всю свою жизнь В общем Она то, что ты так решила Поживи здесь Она думает Вернуться Позвони нам Мы тебя сразу заберем Забери это О, ты здесь? Да Большое спасибо Что вы присматриваете за мамой Госпожа Диан Голян может забыть Поэтому надеюсь на вас У мамы повышенный сахар И после еды ей нужно гулять Хорошо, не волнуйтесь А тебе какое дело до моего сахара? Иди куда собиралась? За что вы так с ней? Иди, иди Ма Может все-таки поедем домой? Никуда я с тобой не поеду Идем, я провожу Из-за чего она на тебя так разозлилась? Сама не пойму Все из-за сложности с Шэнь Юнем У нее Характер трудный Не хочет его понять Думаю Дело не только в характере Она беспокоится На Шэнь Юне Большая ответственность Она боится Как бы он не отступился Это правда Она так и говорит Но я в это не верю Это невозможно Но в глубине души И мне немного страшно Хоть я с мамой спорю Так все запуталось А теперь и мама из дома уехала Что мне делать? Ну за маму ты не волнуйся Я позабочусь о ней А насчет остального Сама решай Объясни Шэнь Юне Что тебя волнует Я считаю Ты должна поговорить с ним Оскровенно Ты прав А за маму спасибо А за маму А за маму Ой Смотри Это же та актриса Точно Девушка из ролика Да-да-да Надо всем показать Добрый день Госпожа Хо Яу Яу Да Очень приятно Меня зовут Стивен Я теперь ваш агент Меня послали вас встретить Алло Ты слышишь Она уже долетела Жди у второго выхода Позвольте мне Что это значит? Ваш ролик стал вирусным За неделю набрал Больше ста миллиона просмотров Вы наша главная знаменитая Со следующие полгода Муа Ай 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 Мне нужно позвонить Алло Пап Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Да, работаем. Я не могу говорить. Я чуть позже пришлю тебе СМС с адресом. Ты что, смеешься? Работаете? Когда ты в последний раз работал? Извините, я ищу Хо Чан Бао. Он здесь? Яу-Яу! Брат! Пап, иди скорее! Яу-Яу вернулась! Доченька, ну наконец-то! Боже, как долго тебя не было! Бальто ты какое! Тебя не узнать, а? Что это, меня не узнать? Точно! Пап, не забудь! Нам сегодня надо все закончить! Работать пора! Нам надо работать! Делу время, потехе час! Что же могло произойти за то время, что меня не было в городе? И почем? Да, почти даром! Да? С шести вечера у них большие скидки! Значит, все это время вы жили здесь? Да! Все вместе! Социалистическая идиллия! Надо же, как здорово! Я о таком уменьшить не могла! А самое главное, моих родственников просто не узнать! Да, они молодцы! Не так давно начали работать, А уже делают большие успехи! Но что ты с ними сделал? Да ничего! Я в одном фильме видела, что если человеку заменить определенные участки головного мозга, он будет себе полностью подчиняться! Они проголодались! Вот и стали слушаться того, кто их кормит! Давай лучше о тебе! Мы так давно не виделись, что если бы я встретил тебя на улице, не узнал бы! Да? И как я? Хороша! Правда? Похоже, у тебя все неплохо! Да, меня сняли в косплейном ролике, и даже не знаю, почему он пользуется успехом! Интересный, наверное! Одна компания сочла, что у меня есть перспектива стать звездой интернета, и они умоляют меня подписать с ними контракт! Я рад за тебя! Опять этот взгляд? В смысле? Нежный, заботливый. Этот взгляд так важен для меня? Как много всего ты увидела в моих маленьких глазках. Можешь отнекиваться, но я знаю о твоих чувствах ко мне. Гулян! Гулян! Иду! Иду! Госпожа Хо, надеюсь, вы освободились. Нам нужно ехать в компанию. Что за спешка? Я еще не закончила разговор. Да, но... Кто это был? Могулян! Тот самый! О, серьезно, Могулян? Ой, наконец-то я его увидел. В каком смысле? Ну, знаете, когда меня назначили вашим агентом, то сказали, что есть некий Могулян, и что он очень важен для вас. И пока я его не увидел, то считал, будто вы с ним... Ну, будто мы с ним встречаемся. Угу. А теперь так не считаешь? Конечно, нет. Это же ясно. Ведь он... Как бы это сказать? В общем, этого не может быть. Почему не может быть? Ну, зато если он так для вас важен, то, наверное, сможет вас убедить. Не пойму, почему вы так упрямитесь? Компания вкладывает вас в круглую сумму. Шанс уникальный. А вы не хотите подписать. Что подписать? Какой еще шанс? А вы, простите, кто? Я ее отец. А я брат. А ты кто? Это мой агент. Стивен. О! Я знаю. Так, о чем вы там говорили? Что нужно подписывать? Ну, если вкратце, у нашей компании есть требование. На время действия контракта человеку запрещается вступать в любовные отношения. И правильно. А как же иначе, да? Так в чем проблема? Тем более нам известно, что у вас сейчас никого нет. Все правильно, никого. Тогда я не вижу помех. Контракт ведь всего на два года. И к тому же они пойдут вам на пользу. Вы так молодые, красивые. Да еще станете знаменитой. Сколько же у вас будет поклонников? Да, больно. А с чего вы взяли, что у меня никого нет? Компания на велосправке. У вас неточная информация. У меня есть возлюбленный, это Могулян. Э, госпожа Хо, я понимаю, это шутка. Но она совсем не смешная. Как ее отец. Я готов поклясться, что между ней и Могуляном абсолютно ничего нет. Она может подписать контракт. Яо-Яо, ты не права. Нельзя быть такой эгоистичной. Подумай о фанатах. Многие звезды держат в тайне свои браки, чтобы не расстраивать поклонников. Ну ладно, хватит. Мне все равно, что вы говорите. Есть лишь один человек, которого я послушаю. Скажет подписать, я подпишу. Я уверен, что он желает тебе добра и заботиться о твоем будущем. Он и есть мое будущее. По-вашему, он для меня слишком стар, лишился работы в кармане пусто. Но мне все равно. Раньше мне было стыдно перед ним, ведь я взяла его деньги. Да еще и вы двое на шею ему сели. Но теперь все по-другому. Я, наконец, в полном порядке. У меня есть известность и деньги. Так что надеюсь, что теперь нам ничто не помешает. Разве что... Он от Диан и Нань не женился? Нет, они просто друзья. А спят вместе? Ой, да вроде бы нет. Тогда все хорошо. Затруднений никаких. Я уверена, мы будем вместе. Впрочем, я в этом и не сомневалась. Между ними ничего быть не может. Они несовместимы. Так что решение окончательное. Контракт я не подпишу. Ох, яу-яу. Я уверен, Голиан бы нас поддержал. Твои родные правы. Ты должна подписать контракт. Вижу, время не излечило. Твое упрямство. Вот раз богатею ты станешь. Моим. Эй, господин, да не слушайте вы ее. Она ведь еще ребенок. Не понимает, что говорит. Нет у нее никакого парня. Да, Моголян чуть ли не старше меня. Как у них что-то может быть? Разве что в его мечтах. Ничего ему не светит. Точно не светит. Хочу, чтобы вы поняли. То, что мы с Моголяном не вместе, это его воля. Я только о нем и мечтаю. Так что я требую относиться к нему с полным уважением. Если хотите жить, то можно. Конечно, дружка. Она в порядке. Вы, главное, не волнуйтесь. Все хорошо. Она все подпишет. А ты думаешь, что говоришь. Да ладно. Ну, отказал девушке, а теперь жалеешь? Хотел бы вернуть, но думаешь, что для нее староват. Ты на удивление проницательна. Мое мнение услышать хочешь? Прости, нет. Могу поспорить, ты не пожалеешь. Так что послушай. Хочешь мне посоветовать плюнуть на возраст, собрать волю в кулак и вернуть ее? Вовсе нет. Вы не подходите друг к другу. Это почему же интересно? Я красавец-мужчина, в расцвете сил. Вот только не богат. Да, и выглядишь старше своего возраста. Ну и что с того? Ты же видела, это не я ее. А она меня добивается. Слезы льет, кидается мне на шею. Ну да, ну да. Пойду-ка я пельмени лепить. Стой, стой. Если не Яу-Яу, то какая, на твой взгляд, девушка мне подходит? А? Ты человек честный, добрый, но тебе трудно угодить. Рядом с тобой должна быть женщина, отвечающая твоим высоким запросам. Что ты имеешь в виду? Умная, образованная, волевая. Короче, высшего качества. Такие люди вызывают у тебя симпатию и уважение. Я, конечно, могу ошибаться, но кажется, ты описываешь себя. То есть, навожу тебя на мысль, что тебе нужна я? Не смеши меня. Этого я в виду не имел. Ну, вообще-то ты права. В каком смысле? У меня завышенные критерии. Это правда. К тому же, я довольно упрямый. Мне нужен человек, который сможет противостоять моему упрямству. Лили, например, могла. Но у нее характер тяжелый. Что приводило к ссорам. Мы с ней не ладим. То есть, у Яо-Яо есть молодость, красота, но ей не хватает твердости характера. Которая мне необходима. Выходит, мне нужна женщина, которой я буду по плечу. Во всех смыслах. Короче говоря, тебе нужна бойбаба. Не совсем, но в этом роде. Тесто с кухни не принесешь? Мне все больше кажется, что ты как раз из таких девушек. Кто я? Ты серьезно? Да я вообще одуванчик. Это ты давишь на меня с самой первой нашей встречи. За тестом сходи. Ладно. Мы решили переехать к Яо-Яо. Как ни крути, мы родственники будущей звезды. Так что ремонтом заниматься нам вроде как не к лицу. Что ж, удачи вам. Ну, напоследок я хотел бы уточнить. Может, у тебя все-таки есть какая-нибудь собственность? Деньги там или имущество, о котором ты нам не сообщил? Нет. Тогда прощай. Ничего личного, но сам понимаешь, у вас с ней такая разница в возрасте. По нынешним правилам за каждый год разницы доплачивают сто тысяч юаней. А ты ведь почти вдвое ее старше. Сам посчитай, какая сумма там набегает. Так что лучше забудь о ней. Точно. Моя сестра просто плохо соображает. Несет всякую чушь. А ведь у нее ответственность перед фанатами. Это ведь не шутки. Ты же сам должен понимать. Конечно. Что ж, вам далеко ехать, так что всего хорошего. Да. Да. Мы поехали. Счастливо. Бывай. Я разместила нашу рекламу в интернете и сразу куча звонков. Спрашивают о масштабах. Нас всего двое. Какие тут масштабы? А та парочка? Уехали к Яв-Яву. Не сказали, когда вернутся? Они не вернутся. И что теперь делать? Рекламу удалять? Если честно, мне нравится эта работа. Алло. Во сколько? Где? Ладно. Скоро буду. Что, работать зовут? Шэньюнилили. Зовут на обед. А. Ясно. Из-за мамы волнуются. Ты не хочешь отвезти ее домой? Вопрос не в том, хочу ли я. Она требует, чтобы зять перед ней извинился. А тут явно не собирается. Пока они между собой не разобрались, я вмешиваться не могу. Кроме того, желание старших нужно уважать. Верно я говорю? Верно. Пускай они извиняются. Кстати, не хочешь бесплатно поесть? До чего я опустилась. Клюнула на возможность бесплатно победы. Вот. Это прогресс. Раньше бы ты точно отказалась. Да уж. Раньше для меня все делилось на черное и белое. А теперь мир стал сложнее. Я испортилась. Да. Что говорить. Ты стала просто бессовестной. Вот именно. Как начала с тобой общаться, так и пошла по наклонной. Это называется перерождение. Я красивая? Очень. А хо-яу-яу? Тоже. А кто красивее? Конечно, ты. А если яу-яу тебя в этом спросит? Конечно же, я скажу ей то же самое. Вот ты жук. Угощайтесь. Попробуйте рыбу. Да, конечно. Надо попробовать. Выглядит, во всяком случае, очень аппетитно. Знаете, мы вам так благодарны. Наверняка мама доставляет вам много хлопот. Напротив, нам с ней очень хорошо. Она добрая. Постоянно шутит. И еще она очень вкусно готовит. Это как ее... Эээ... Лапшу с говядиной. Да, точно. Лапшу с говядиной. Безумно вкусно. Хм. Не представляю, как вы тут обходитесь без ее лапши. Мне показалось, или вы сказали, это точно с интонацией Магаляна. О, сочту за комплимент. Ничего удивительного. Вас ведь многое сближает. Я искренне рад за вас. Слышал, у вас ремонтная бригада? Да. И мы двое планируем отремонтировать весь город. Вот что, мы давно знакомы, нам не нужна светская часть. Перейдем к делу. Да. Так вот. Так вот. Мы пригласили вас на обед. В первую очередь за моей мамой. Конечно, прежде всего, чтобы выразить благодарность за то, что вы ухаживаете за ней все это время. Кроме того, я хотела бы, чтобы вы уговорили ее вернуться. Мне кажется, у нее предубеждение против Шиньюня. Госпожа Дзян, может, и не знает, но Голян в курсе. Мама очень мнительный человек. И переубедить ее непросто. Вот и теперь. Она наткнулась на этот человек. Напридумывала себе бог весь что. Поэтому и сбежала к вам. Голян. Я знаю. Ты ненавидишь меня. С тех самых пор, как я от тебя ушла. И я не виню тебя за это. Но ты ведь работал с Шиньюнем столько лет. Неужели ты можешь сказать, положа руку на сердце, что он способен взятки брать? Да, я признаю, что став начальником, он постоянно подвергается искушениям. Поскольку бизнесмены пытаются наладить с ним отношения. Но он никогда не брал у них деньги. И даже сохранял чеки за ужин, чтобы потом рассчитаться. Шиньюнь, покажи им записи в телефоне. Пусть посмотрят. Лили, не надо. Нет, пусть они увидят. Все, все, хватит. Покажи им. Ну, покажи. Если так пойдет и дальше, мы и уходим. Садись. Все в порядке. Извините. Что ж, в одном ты права. Шиньюня я действительно знаю. Что бы я сейчас ни сказал, вы решите, что я все еще зол из-за жены. Но дело в другом. Сегодня я понял, как ловко он умеет манипулировать людьми. Дзиан Инан считает, что я не умею ладить с людьми. И должен признать, она права. А вот Шиньюня, в этом не упрекнешь. Мало того, что он увел чужую жену, так еще и поссорил ее собственной матери. Не всякий человек на такое способен, верно? После трогательной речи, которую тут произнесла Лили, я могу только лишь пожелать вам, двоим всего наилучшего. Вы созданы друг для друга. А вот с мамой все не так просто. У нее нет образования, зато есть опыт. И она понимает, где правда, а где ложь. Галян. Я не договорил. Так вот, что касается вашей просьбы. Если мама тебе не доверяет, то здесь тебе никто не поможет, кроме тебя самого. Галян, госпожа Дзян, по правде говоря, речь Лили для меня полная неожиданность. И меня очень тронули ее слова. Но дело тут не в манипуляциях. Все дело в чувствах. Лили мне доверяет. А значит, я буду еще осторожнее в делах, чтобы оправдать ее доверие. Поэтому все, в том числе и мама, могут быть абсолютно спокойны. Согласен. Мне следует поговорить с ней самому. Я прекрасно это понимаю. И на обед мы вас позвали только, чтобы поблагодарить за хлопоты. Что бы ты ни думал, Галян, других целей у меня не было. Я приглашал только Галяна. Но очень рад, что вы, госпожа Дзян, тоже пришли. Поскольку хотел бы поговорить о вещах, которые имеют к вам отношение. На днях я пригласил Лоша Фэна к себе на работу. И мы обсуждали ваш проект. Это ведь вы были его главным архитектором. И мне интересно ваше мнение по некоторым вопросам. Напомню, именно я одобрил ваш проект. И теперь контролирую его выполнение от лица нашего ведомства. Думаю, вам интересно, как все продвигается. И поэтому считаю своим долгом постоянно вводить вас в курс дела. Говоришь, дело в чувствах? Что-то сомневаюсь. Меня поражают твои способности. Ну что ж, вроде все сказано. Во всяком случае, то, что собирался, я уже сказал. Если честно, мне все равно, что вы задумали. Но, надеюсь, проект будет выполнен должным образом. На этом мы с госпожей Дзян откланиваемся. Но вы даже не поели? Все в порядке. Нам правда пора. До свидания. До свидания. Все, все, вы свободны. Идите. Что ж, давай выпьем. Ты отлично все сказала. Это еще что такое? Ты согласился на обед, чтобы вызвать Шиньоня на разговор о проекте? Да. Я боюсь, что Гуан Цян не сможет раздобыть план работы. Так что лучше было подстраховаться. Я не ожидал, что после того, как я вернул Шиньоню чек, он все еще сомневается в том, как ему следует поступить. Я боюсь, что даже Шиньон не сумеет раздобыть для нас основные документы. Ничего. Ты по любым документам сможешь определить, все ли идет по плану. Пока я вообще не хочу об этом думать. Главное, держать руку на пульсе. И тогда они не смогут ничего сделать. А вообще, пока у нас ничего нет, можешь особо и не думать. Мне показалось, что Шиньон что-то скрывает. И я не верю, что Лили вообще не в курсе. Ну что тут поделаешь? Как говорится, с кем поведешься? Простите, а господин Ло вам назначил? Нет. А, тогда вам придется подождать. У него гость. Хорошо. Господин Шинь, надо же, какой сюрприз. Давно ждете? Только пришел. Прошу извинить. Почему ты посадила его здесь? Ты хоть знаешь, кто это? Простите, нет. Запомни, отныне, если увидишь господина Шиня, немедленно сообщи мне, чтобы я сам лично его встретил. Простите, господин Шинь. Ничего. Прошу в офис. Куда? А, где ваш гость? Вы и есть мой гость. А, ясно. Господин Ло, вы забыли это в книге. Возвращаю. Это плата за ваш совет. Мой труд не стоит так дорого. Благодарю. Ну, зачем же вы сами пришли? Подумал, что так будет спокойнее всем. Вы имеете в виду... Не волнуйтесь. Мы можем быть друзьями. Хотя сейчас даже банкеты опасная штука. Я думаю, нам стоит оставаться в дружеских рамках. Просто лучше обойтись без этого. Деньги-то хорошо, но я работаю честно. И лишнего мне не нужно. Понимаю. Это мой просчет. Субтитры сделал DimaTorzok